Кафе красоты да бьюти. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфов. Читаю отрывки из моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». 205-я страница. 215-я страница. «И когда нам становится подвластна силой гармонии, радости и любви, мы добиваемся успеха и удачи легко и без всяких усилий». Депак Чопра. «Жил на свете мудрец. И все, кому доводилось общаться с ним, поражались его веселым и жизнерадостным нравом. Он жил так, как будто каждый миг был для него праздником. И вот однажды ученики решили спросить, в чем же его секрет?» «Каждое утро, проснувшись, я делаю выбор, помню счастья и радости. Хотя у меня есть выбор, я могу выбрать и страдания. Каждый свободен в своем выборе», – ответил мудрец. «Скажите себе, что с этого дня вы счастливый человек. Ведь что такое счастье?» «Это внутреннее состояние. Поэтому счастье всегда с нами». «Ищите радости в мелочах жизни. Радуйтесь каждому мгновению. Замечайте любые, пусть даже маленькие, поводы для радости и любые позитивные изменения. Радуйте и с ним. Обсуждайте их. Благодарите их. «Благодать Господа не сходит на вас, когда вы танцуете, а не стоите в поле мученика. Бог любит жизнь. Он есть жизнь. И каждое мгновение утворит жизнь», – пишет Само Рад. «Счастье, блаженство и радость притягивают к нам все хорошее, в том числе богатство и процветание». «А все хотят любви в этом мире, хотят, чтобы их любили, обожали, ищут счастье во вне, оглядываются по сторонам, ищут того, кто их полюбит, оценит и сделает счастливыми». «А самое интересное, что так поступают почти все, не понимая того факта, что у других точно такие же желания. Они ожидают, что у вас достаточно любви, радости и счастья, чтобы поделиться с ними. А тайна заключается в том, что мы можем делиться радостью, счастьем и любовью, тогда, когда мы наполнены любовью и счастливы. Если любовь переполняет нас, если мы взращиваем ее в своем сердце, если у нас ее избыток, тогда мы можем отделиться ею со всеми. Можно подарить лишь то, что имеешь сам, не так ли? Когда мы счастливы и любимы, принимаем себя в полном мире, для нас становится совершенно естественно дарить счастье и радость другим. «С таким человеком хотят общаться, его любят и обожают. Кстати, состояние счастья и радости ускоряет исполнение всех наших желаний и притягивает к нам все хорошее». Так, здесь я немножко попущу. Скажите, что вы принимаете и любите себя таким, какой вы есть, что вы наполнены любовью, что она уже есть у вас и начинайте делиться ею. Распространяйте любовь на весь мир, на ваших родных, близких, знакомых и незнакомых вам людей. Относитесь к себе с любовью и уважением, генерируйте в себе свет любви, доверяйте себе, взращивайте ее в своем сердце, творите добро. Совершайте добрые поступки, изучайте свет и помните, что радость, любовь и счастье всегда с вами. Когда мы счастливы, изучаем любовь, добро и свет, мы повышаем уровень своей энергии. Скажите себе, я источник любви, радости, счастья и света. Так есть и будет всегда, и повторяйте это как можно чаще. Способность тебя просто излучать свет изгоняет негативный опыт как из вашей жизни, так и из жизни всех, кто находится в вашем энергетическом поле. Когда вы привносите высококачественные энергии туда, где есть энергии с низкой частотой вибрации, проблемы мгновенно рассеиваются, потому что тьма – это просто отсутствие света. Пишет один из моих любимых авторов Уэн Дайр. Дело было в Петербурге. Проходя мимо парка с моей знакомой, мы увидели несколько щенков, совершенно маленьких, кем-то оставленных, недалеко от проезжей части. Я очень люблю животных, конечно, не могла оставить такую ситуацию без внимания. Она вызвала в моей душе сильный отклик, и я сказала, сейчас мы их будем пристраивать, но сначала давай накормим. Совершенно не представляю, как мы это будем делать. И мы направились за пирожками. В ближайший ларек. Да, в ближайший ларек на Петроградске. Метро Петроградская, Санкт-Петербург, Россия. Пока мы их покупали, прошло около пяти минут. Возвращаемся и видим, что одного щенка уже держит на руках молодой мужчина. Мы были очень рады узнать, что он решил взять щенка себе. Пока мы с ним разговаривали, подошли еще несколько человек, и все щенки буквально в течение 15 минут обрели хозяева. Мы были очень рады, счастливы, что все щенки пристроены. А моя знакомая удивленно сказала, когда я сказала, что мы их побудем пристраивать, я еще подумала, как же мы сможем сделать это. А все получилось так легко и быстро. Просто волшебство. Если вы наполнены добром, светом и любовью ко всему живому, излучаете энергию любви, вы можете легко и непринужденно решать любые вопросы и проблемы. И, кстати, в том числе и финансы. Кстати, вы обратили внимание, я загрузила на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через Депфиз, Мактум Сайфу через Депфиз. Загрузила Оксану Федорову, Мисс Вселенная, а также Габриэлу Исклер. Вот такие вот дела, такая Габриэла Исклер в этом купальнике за миллион долларов. Вообще, на самом деле, Оксану Федорову мне тоже очень нравится. Как она, знаете, вот как это, вот на самом деле, в том смысле, что красивая. Ну, да. Из всех, вот так вот, если посмотреть, из всех, знаете, вот там, представленных девушек на этом конкурсе, она и правда была самая красивая, победила. Так же, как и Габриэла Исклер. Она мне, честно говоря, тоже очень понравилась. Такая, такой рост, такая улыбка, ну, и вообще фигура. Просто красавица. Идем за грудью. Так что, вот. Полюбоваться. Сама полюбовалась. Думаю, вот красота, как говорит, красота спасет мир. И вот посмотришь, много красивых девушек. Ну, уж Габриэл Исклер, настолько мне, что-то там такое. То ли у нее улыбка. Знаете, обратите внимание, какая у нее улыбка. Ну, и вообще, вообще просто красавица. А если посмотреть ее вот там, вот на этом, в этом платье красивом, знаете, вот это финальное, вот это финальное красивое платье, купальник за миллион долларов. Я просто, знаете, вот эстетически восхищаюсь, я загрузила чего? Эстетически восхищаюсь очень красотой. Ну, с вами решила поделиться. А также загрузила, знаете, вот сейчас очень модно, я смотрю, что эти хам, ну, и в различных, если посмотреть на краски, краски и волос, стали появляться уже какое-то время назад разного цвета. Знаете, это очень, как-то, не знаю, это мода или, может быть, не мода, ну, кто-то красит. Понимаете, кому-то идет, кто-то красит. Это очень, как бы, наверное, оригинально в разные цвета. Там розовый, голубой. Посмотрите, я загрузила, как вообще можно покрасить оригинально, красиво волосы. Ну, это очень, как говорится, как же сказать, ну, очень смело. Очень смело. Зато можно просто полюбоваться, знаете, как вот каким-то искусством. Знаете, вот эта покраска, вот эта яркая волоска, как искусство. Преего в том, что я сейчас подкрасила, сейчас приняла душ, перед этим подкрасила, подкрасила корни, подкрасила корни волос, правда, держала достаточно долго, знаете, больше, чем полчаса. Обычно я меньше держу краску. Просто смотрю, на самом деле, хорошо ли они подкрасить. Знаете, я в теле подумала, что я не совсем, понимаете, если, в принципе, может быть, надо было на тон, когда беру я потемнее, знаете, вот, если бы я взяла на пару тонок потемнее краску, она бы получилась у меня вообще очень темная, а мне нужно немножко, знаете, так-то ржину, такую ржину, хотя у меня есть и розовая краска, вы видели, я там немножко розовую подкрашила, здесь тоже красиво получается.